Видеообзор BI-платформ и введение в таблю-десктоп. Аббревиатура BI происходит от словосочетания Business Intelligence. Это программное обеспечение, созданное для помощи специалистов в анализе информации о своей компании и ее окружении. Большинство инструментов Business Intelligence применяются конечными пользователями для доступа, анализа и генерации отчетов по данным, которые чаще всего располагаются в хранилище. На сегодняшний день развитые средства визуализации данных стали неотъемлемой частью корпоративных BI-платформ. Даже простейшие аналитические инструменты для конечных пользователей зачастую опираются именно на визуальные представления данных. Аналитическая компания Gartner опубликовала магический квадрант провайдеров систем бизнес-аналитики. В 2018 году на этой диаграмме выделились три явных лидера, которые оставили позади своих конкурентов. Эти продукты компании Microsoft, Kulik и Tableau. Они представили свои продукты BI-системы, Power BI от Microsoft, Kulik Sense Desktop и Tableau Desktop. На сайте компании Microsoft можно увидеть данный доклад. В BI-системах выделяется три основных понятия. Дэшборды – одна из составных частей, отчетов, представление информации в виде интуитивно понятного графического изображения, включая диаграмму, круговую шкалу и светофора, ну и т.п. Данный индикатор показывает состояние анализированного параметра на фоне его целевого назначения. Major – значение измерения, Dimension – измерения. У BI-системы есть серверная часть. В серверной части публикуется визуальная форма. С использованием веб-интерфейса происходит подключение в серверной части. Сервер Таблю обращается к источнику данных. В данном примере источник данных 1 – это с UBD FireB. В свою очередь, пользователь вводит исходные данные с использованием клиентского приложения UBD. На примере покажу построение простейшего графика с использованием файлового источника данных Excel. У Таблю Десктоп имеется богатый набор источников данных как серверных, так и файловных. В верхней части представлен список файловых источников данных. В этом списке можно посмотреть все типы файлов, которые поддерживают Таблю. Этот список достаточно широкий. В нижней части представлен список серверовым источником данных. Этот список тоже достаточно широкий. Выберем файловый источник данных Excel. В источнике данных представлены следующие значения. Показатели на определенную дату, плана и факт. В Таблю Десктоп построим простейшую диаграмму. Перейдем в рабочую книгу. Значение измерения перетащим в Роуз. Измерения по дате перенесем в Колумбец. И выберем вид диаграммы. Для того, чтобы представить в разрезе по датам, нам нужно нажать на плюсики. В измерении даты. В разрезе по датам мы получили диаграмму. Полученную рабочую книгу можно использовать уже в создании дашборда. Перейдем в создание дашборда. До визуальной части Таблю. Созданную диаграмму перетащим в визуальную часть. Обратите внимание, что в диаграмме создана легенда. По этой легенде можно сделать выбор. После создания дашборда, можно сделать публикацию на сервере. На этом обзорная часть видео по BI-платформам закончена. В следующем видео покажу подробно, как опубликовать спидометр в визуальной части Таблю. Покажу процесс публикации на сервере. Тем самым сделаем использование Таблю. Десктоп приятным и полезным инструментом BI. Спасибо за внимание.